Винодельская продукция 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 с нашей стороны, мы знаем, какие последствия имеет. То есть этот человек имеет ученую степень. Также ученую степень имеет главный идеолог отечественного виноделия Владимир Алексеевич Фуркевич. Его руководителем научным был профессор Валуйко. Еще в 70-е годы Владимир Алексеевич, или в 60-е годы, защитил кандидатскую диссертацию в институте Магарач. И он имеет достаточно высокий уровень подготовки, объездил очень много стран, зарубежных стран, в которых развито виноградочное виноделие. То есть он имеет ученую степень. Ученую степень также имеет и руководитель, генеральный директор корпорации Укрвинпром. Это Александр Петрович Матько. Правда, диссертационная работа не связана с заводом шампанских вин, но она связана с производством плодоягодных яблочных вин. Ну, кроме этого, другие. Там еще в аппарате министерства был некий Ильяш Анатолий Михайлович, также кандидат сельскохозяйственных наук, который курировал науку, также имел ученую степень. То есть подготовка специалистов министерства находилась на достаточно высоком и находится в высоком уровне. Это грамотные люди, хорошо знают отрасль и ориентируются, что очень хорошо. Что происходит в нашей науке сегодня? Фактически в винодельческую науку виноградарства идет очень-очень мало молодежи. Во-первых, коррупции при поступлении никакой нет. То есть мы принимаем в нашу винодельческую науку всех, кто пожелает. Кто, так сказать, проходит мимо нас, мы зазываем. Такого нет, как, например, в медицине, офтальмологи, там очень тяжело поступить в медицину или в других каких-то политических, политические науки и так далее. У нас открыто. Но я должен сказать, что выполнение самой диссертации и вот школам огорача – это очень сложное дело. Если, например, сегодня я знаю, что некоторые кандидаты, и там агрономы, и другие наши аграрные науки могут себе позволить за два с половиной, за три года уже выпустить кандидата наук, который ни одного дня не работал ни в сельском хозяйстве, ни на производстве, и иметь ученую степень, а потом года через три-четыре стать доктором наук и так далее. Это считается очень престижным, модным. Такого в институте Могорач никогда не было. Были очень талантливые ученые и до 92-го года, и после 92-го года, когда минимум 4-5 лет идет защита этой диссертации. Школа Могорача, которая берет начало еще 70-х годов по виноделию, это был известный профессор Валуйко, который 9 февраля умер, ушел из жизни в возрасте на 87-м году. И школа Валуйко представляла собой очень жесткую требовательную систему. Обязательно должна быть научная новизна, обязательно должно быть внедрение или производственная проверка, обязательное испытание и так далее, чего нет в других направлениях развития пищевой промышленности. Итак, с одной стороны, на первый взгляд, все прекрасно. Есть красивые здания, титулованные ученые, ученые степени, и доктора наук, профессура, и кандидаты, и академики, и член-коры. Все, на первый взгляд, как положено. А если посмотреть дальше, то вся тематика, которая существует сегодня по нашим программам и виноградовства и виноделия, она дает маленькие фрагменты и не решает самого главного. Руководство предприятий, которые сегодня являются собственниками, не желают работать, в основном крупных предприятий, не желают работать с учеными, которые представлены нашими этими двумя институтами и так далее. То есть наука сегодня винодельческая, наука не востребована. Больше востребована виноградарская наука, поскольку все-таки больше развивается и фермерство, и производство винограда, но не до такой степени, как бы это хотелось бы, как должно быть. В стране отсутствует политика протекционизма. Абсолютно нет. Защиты своего производства нет. Функции, которые сегодня выполняет институт, наши институты, и винодельческая наука, они непонятны. Вроде бы и есть тематика, и заключаются договоры, и проходит тендер, и все вроде бы все нормально. А если посмотреть, то наука не востребована, и то, чем занимается наша наука, на очень низком уровне. Заниматься наукой, и в частности винодельческой наукой, сегодня это большая роскошь. Кто сегодня работает, кто сегодня идет в нашу винодельческую науку? В основном не виноделы. Это праздник для нас, если к нам приходит человек, имеющий винодельческое образование, то есть инженер-технолог, или как сейчас называется, специалист. Такие есть, но их очень мало. В основном люди химики, биохимики, биофизики и так далее. То есть нет базового образования. Это первая причина низкого уровня подготовки и продвижения науки. Второе это то, что эти люди не имеют опыта работы на производстве. Они ни одного дня не работали в виноделии, и сами не приготовили ни одной бутылки вина. Некоторые даже возглавляют лаборатории в нашей системе, не имея производственной практики и так далее. Их туда возят посмотреть оборудование, посмотреть перегонные установки, или там прессы, которые существуют. Третье самое главное, одно из самых главных, это то, что зарубежный опыт, мы отстали на десятки лет от европейского, американского, австралийского уровня. Мы отстали на очень много лет по причине того, что научные сотрудники вот уже около 20 лет не имеют возможности пользоваться услугами зарубежной литературы. Та информация, которая находится в интернете, она полностью не удовлетворяет. Это не полностью можно найти. Все-таки есть специальные издания, которые в интернет не посылаются. И беда в том, что на протяжении последних 20 лет за границу на всяческие конгрессы, на совещания или же на симпозиумы ездили не сами научные сотрудники, которые создают, а ездили руководители институтов, первые лица, так же, как и руководители отрасли. И поэтому научный сотрудник сам находится на таком уровне. Винодельческая наука не решает главных проблем виноделия. У нас когда-то были заводы по производству первичного виноделия и вторичного виноделия. В Симферополе в Нежине выпускают шнековые прессы. Удивительно, что у нас еще диссертации защищаем докторские по шнековым прессам. Это позавчерашний день. Но мы защищаем диссертации, говорим, что это важно. Вот немножко отстали на 20 лет. А технологическое оборудование мы не в состоянии создать. У нас уже нет и специалистов. Конверсионные процессы, которые пошли в 88-88 году, не дали ничего хорошего. Военно-промышленный комплекс мог создать нам оборудование, но оно стоило в 5-10 раз дороже, чем аналогичное оборудование в Италии, во Франции, в Германии. Поэтому процессы конверсии, начиная с 86-88 и 90-го года, это было утопическое направление. Разрушена материальная база, разрушена наука о создании, у нас отсутствует научное исследование по созданию самых суперсовременных прессов. И, на мой взгляд, нет смысла сегодня создавать это оборудование, поскольку оно есть уже и во Франции, и в Германии, и в Австрии, и в Италии, и в Америке. И это оборудование, лучшее оборудование мы не сможем сделать. Поэтому тратить на это средства бюджетные нет смысла. То есть у нас большинство заводов не имеет современного оборудования для первичной переработки. Таким образом, мы не можем выпускать качественный продукт, поскольку это оборудование предназначено только для выпуска низкокачественных, ординарных вин, крепленных вин. Столовые, малокисленные вина производить на шнековых прессах со стекателями, это невозможно. Хотя шнековые пресса я встречал, истекатели я встречал и в Испании, где на дистиллериях, где перерабатывают виноград, и далее он сбраживает, его дистиллируют. То есть шнековые пресса могли бы свое место занять. Но в большинстве случаев у нас шнековые пресса. Что касается значит, вспомогательных материалов, то есть резервуары, что касается дальше, после того, как мы получили на прессах сусла, оно идет на брожение, то вся наша отрасль была построена сначала на железобетонных резервуарах, потом на эмалированных резервуарах, и на резервуарах для хранения нефтепродуктов с покрытием, антикоррозионным покрытием, там смолки, парафино-канифолиевые смолки, потом, значит, стали использоваться эпоксидные смолы, которые не всегда выдерживали и виноматериалы, и коньячные спирты. И отрасль была сориентирована на производство, то есть на использование эмалированных резервуаров. Но, как потом мы установили, как было выяснено, эмалированные резервуары также имеют свои недостатки, если они не находятся на улице, то есть при высоких, низких, при очень низких и высоких температурах идут разные коэффициенты линейного расширения стекла и металла, и там образуются микротрещины, а потом в наш продукт попадают металлы, ион и железо, и виноматериалы, и коньячные спирты обогащались вот значит, этими продуктами. В мире существует на первом месте это нержавеющая сталь сегодня, на втором месте это пластиковый резервуар в особо крупных. Эмаль уже практически не востребована, она может быть использована, если новая, только в закрытых помещениях. Вот это то, что касается хранения резервуаров. Дальше, немаловажным от 20 до 30 процентов в виноделии используются вспомогательные материалы. Это фелькартон, это бентониты, глины, это препараты для обработки, осветления феноматериалов, сусла и так далее. Это ферментные системы, то есть ферментные препараты, это дрожжи, микроорганизмы, которые используются, чистые культуры для брожения. Вот это все было создано в институте Магарач. Но на сегодняшний день это не востребовано. Если посмотреть работы, которые были проведены в Магараче и в лаборатории Зинченко, в лаборатории Датунашвили, то мы имеем большое количество разработок и сами могли бы выпускать эти вспомогательные материалы. Но к сожалению, за время нашей независимости, за последние 20 лет технологи были заинтересованы в закупках импортных препаратов. Поскольку и сухие дрожжи, а эти работы у нас были уже разработаны, те же сухие дрожжи впервые были сделаны профессором Кишковской Светланой Альбертовной. Только нужно было организовать само производство. и большое количество отобрано дрожжей, скрининг дрожжей был, которые использовались очень хорошие в виноградном, плодоягодном виноделии, в шампанском производстве. Но это не пошло, поскольку все-таки коммерческое направление импортных дрожжей, вспомогательных материалов, ферментов, оно сопровождается во-первых, под ключ, а во-вторых, многие технологи, заведующие лаборатории имели вознаграждение, так сказать, процент от того, что они получали. В народе это называется откат. Это очень сильный стимул, который до сих пор существует вот у нас, в нашей стране и в бывших советских республиках. И иностранцы с удовольствием работают с нами, поскольку это очень хорошо стимулирует. Но и в то же время это разрушает нашу ферментную и микробиологическую промышленность, биохимическую промышленность. То есть вспомогательные материалы, которые нужны для проведения процессов виноделии, в основном используются импортные. Мы развиваем экономику, в первую очередь Италии, Германии, Франции, Испании, где мы закупаем эти ферментные препараты, моющие средства, вот в Израиле покупаем. А эти все разработки существуют. Ученые Магарача это все уже создали до 92-го года. Но отсутствие политики протекционизма и патриотизм и в первую очередь сыграло роль то, что технологов, большинство технологов и заведующих лабораторий все-таки превосходство было отдано откату, то наша промышленность просто была невостребована и сегодня разрушена. Мы знаем какие заводы существовали в Ладыжине очень большой завод существовал в каком он состоянии в плачевном находится по ферментам вот и зарубежные фирмы просто задавили нас. Дальше технологическое оборудование которое связано с фасовкой и расфасовкой. В начале 90-х годов нам казалось, что на заводе нужно купить автомат для розлива вина и все проблемы будут решены. Такие самые оптимальные секонд-хенд и новые автоматы розлива в нашей стране были разработаны и в Мелитопольском объединении продмаш, но они уступали по некоторым параметрам уступали итальянским даже секонд-хенд оборудованию и тем более французскому и немецкому оборудованию, которое считается самым суперсовременным. Хотя у нас также производят оборудование для расфасовки вин и так далее, но научные исследования именно по созданию оборудования вторичного виноделия, то есть по розливу в институте не проводились. Что же главное в виноделии? В виноделии главное по заключению американского профессора Томми Эдди в Калифорнии он посчитал, что провел исследование и установил от чего зависит успех производства вина типа премиума, то есть живого прекрасного вина, сухого столового, оказывается зависит от сорта. 75% занимает во всех операциях и так далее составляющих успеха занимает сорт. То есть главное это сорт, а потом уже составляющие. 10% это в качестве дубовой бочки и по 2% имеет значение технологическое оборудование и даже роль винодела имеет также не более 2-3% роль самого винодела в технологии. То есть самым главным является сорт. Есть ли у нас сорта? В нашем реестре очень много сортов, несколько десятков сортов винограда, но до сих пор мы не определили, не установили зоны произрастания, в каких зонах произрастают и в каких зонах лучше вырабатывать какие вина. Здесь наводит порядок институт имени Таирова во главе с членом корреспондентом Национальной Академии Наук Власовым. Здесь также начаты те работы, которые уже лет 40-50 тому назад были проведены во Франции и эмпирически было установлено в каком регионе может произрастать какой сорт винограда, белое вино, красное, сухое и так далее. Эти исследования также уже были проведены и за рубежом в Аргентине, в Чили, в Новой Зеландии, в Австралии за последние 30 лет эти страны вышли благодаря этим современным новым направлениям. И таким образом, если посмотреть в чем же занимается наша наука, то у нас отдельные фрагменты, которые не имеют комплексности. Мы занимаемся и разработкой приемов определения фальсификации, борьбы с фальсификацией, некоторые работы продолжаются по стабилизации, но их очень мало. Но в основном, в основном, к сожалению, у нас наши, некоторые наши подразделения научные проводят технологическую оценку вспомогательных материалов иностранных, ферментов, микроорганизмов, то есть дрожжей, определяют, за это платят эти фирмы деньги, значит, и, что очень интересно, результатом этих всех исследований оказывается, что вспомогательные материалы этих компаний дают хорошие результаты на наших винах, а сами отечественных препаратов не создают аналогов, то есть здесь идет как, то есть они работают, наша наука работает на иностранных производителей вспомогательных материалов и так далее. Хорошие результаты были достигнуты в виноградовстве, когда за последние 20 лет мы определили, что не все сорта импортные дают хорошие результаты в нашей стране, и некоторые наоборот привозят новые заболевания, которые здесь не были. Это уже установлено, это известные вещи. То есть мы набили шишки и получили отрицательный результат и убедились, что нужно проводить поиск своих отечественных сортов, развивать питомниководство, использовать аборигенные сорта и так далее. Но если посмотреть по и один институт и второй, то все-таки в тематике по виноградовству преобладает все-таки создание столовых сортов. То есть столовые сорта для аматоров, для любителей и широкомасштабного использования сортов и производства винограда, столовых сортов винограда для потребления своих потребностей нашей страны и для длительного хранения у нас все-таки нет. В основном мы видим преобладают и турецкий, и чилийский, и аргентинский виноград, и африканский, европейский, кроме этого своих. То есть у нас это направление не развито. Хотя в научном плане очень много проводится исследования по столовым сортам и так далее. научно-исследовательские организации как известно работают на отрасль и товаром или научной продукцией любого научного учреждения или ученого является отрасль или же производство любой формы собственности. Но к сожалению у нас не произошло за последние 20 лет чтобы мы так очень дружно и четко работали с отраслью. Мы выполняем договорная тематика несколько миллионов это все но это все мелочи поскольку нет самого главного нет единого между производственниками руководителями отрасли и учеными. Есть противоречия которые существуют уже около 20 лет противоречия между чиновниками виноградо-винодельческой отрасли и противоречия между некоторыми учеными. Есть ученые лояльные к руководству которые не замечают делают вид что все хорошо их как раз и приглашают на все конференции собрания и говорят что вот видите у нас мы с наукой работаем вот у нас такой-то профессор такой-то профессор вот а руководители отрасли те которые отвечают за отрасль уже много лет они не допускают людей у которых инакомыслие которые считают что путь по которому идет Украина в виноделии это ложный путь а ложный в том что мы не имеем право называть вина портвейн когор коньяк шампанское и придет время когда это настанет когда когда будут проведены мероприятия которые после которых либо наше виноделие полностью остановится и на наших прилавках будет импортное виноделие когда народ Украины поймет какие вина лучше какие хуже тогда тогда это произойдет то есть противостояние между руководителями отрасли которые некоторые главные идеологи которые возомнили что они сделали очень большое научное открытие что возвели в ранг так сказать своего большого такого достижения это крепление вин спиртом невиноградного происхождения и называть эти вина иностранными названиями я уже говорил портвейн там модера и так далее некоторые руководители отрасли говорят что если нам крепить спиртом виноградного происхождения то тогда нужно весь виноград который мы выращиваем нужно использовать для производства этого спирта известно что в Португалии крепят портвейны и модеры крепят спиртом виноградного происхождения и этот спирт по своей природе он виноградного происхождения но он очищен он получен на оборудовании непрерывного действия то есть на колоннах он не имеет никаких посторонних посторонних неприятных ароматов или вкусов которые дает высшие спирты там идет очистка эти спирты очень чистые но по технологии конечно время ассимиляции или время выдержки этих спиртов с виноматериалом должно быть от 3 до 5 лет вот такие же мы себе не можем это позволить и если сравнить спирт виноградного происхождения и невиноградное происхождение то вина которые получены в Португалии например Мадера и Портвейн эти вина резко отличаются от тех вин которые делают у нас хотя по органолептическим показателям некоторые Мадеры которые производят и на южном берегу Крыма они схожи с теми Мадерами которые делают на острове Мадера но вот здесь научные сотрудники еще начиная с 20-х годов с 20-х годов и Магаражская школа ученых и теперь современные научные сотрудники не могут согласиться с тем что вина должны крепить спиртом невиноградного происхождения что нужно для того чтобы изменить положение дел мне кажется что на сегодняшний день это вопрос очень сложный амбициозность наших всех людей вот та обстановка нездоровая которая сегодня наблюдается у нас создание группировок создание этих союзов виноградаря виноделов ассоциаций у нас столько организаций о которых мы не знаем кто это что это за люди откуда они когда спрашивают что это за человек он имеет военное образование юрист военный или тот учитель математики или третий является я никого не хочу обижать но почему эти люди не хотят прислушиваться к людям которые учились по технологии виноделия поступали свою жизнь посвятили этому и не хотят просто услышать мы не претендуем вы хотите делать портвейны делайте портвейны но почему вы не хотите нашу точку зрения послушать вот и меня еще удивляет тот факт что на протяжении последних 20 лет мощные делегации руководителей ездили практически на все международные форумы и ОИВ международные организации винограда и вина на все конгрессы объездили весь земной шар и кроме фотографий этих людей на фоне супер современных виноградников супер современных прессов мы ничего не видим почему эти люди руководители отрасли не хотят иметь такое же виноделие как у нас что им мешает я хочу сказать что у нас нет лидера но кто может пойти к президенту страны кто может пойти к Верховную Раду кто может сегодня пойти к Азарову и сказать остановитесь посмотрите что творится во что почему вы унизили виноградаря виноделов идет сплошная фальсификация кто это лицо руководители министерств не пойдут потому что их тут же снимут а куда ты лезешь директора институтов так же не пойдут их же так же снимут их уберут директор не пойдет сегодня потому что у директора есть руководство он не имеет права пойти простой какой-то профессор его могут назвать больным человеком или это не твое дело ты иди мы разберемся без тебя то есть должен быть должна быть профсоюзная организация профессиональная профессиональная организация это та единственная организация которая должна объединять вот здесь объединять и производителей всех форм собственности и больших и малых и идти к руководству страны и говорить нужно остановить потому что завтра уже настало уже по выражению некоторых собственников заводов торговые сети уже не берут наше вино оно нестабильно а этим должны заниматься ученые оно некачественное оно имеет заболевание оно неконкурентоспособно если еще пройдет некоторое время нашей отрасли не будет контроль качества вин у нас контроля нет у нас система такая ты в очень трудных условиях получил лицензию и что хочешь то разливай вот есть опыт Израиля опыт Аргентины где очень жесткий контроль контролировать должны люди которые имеют профессиональное образование в Аргентине например есть национальный институт винограда и вина в Мендозе который имеет более 40 филиалов по всей стране ни одна бутылка не производится без контроля этого института 70-80% деятельности института это контроль за производством виноградного вина и производство винограда и виноградного вина начиная от саженца и кончая готовой бутылки ни одной бутылки вина не уходит на экспорт в Аргентине если заключение не дает специалисты этого института в Мендозе институт национального института винограда и вина нас еще научных сотрудников освободили от контроля вина еще в 92-м году и главную роль в этом сыграл госстандарт они на себя натянули одеяло они очень богатые но они не понимают что нужно контролировать они контролируют спирт сахар тетруемокислотность и отравляющие вещества которые могут быть в вине а этим пользуются недобросовестные производители то же самое по спиртам происходит мы покупаем на сегодняшний день большое количество спиртов и это выгодно всем и тем кто продает нам спирты и тем кто покупает их то есть выгодно поэтому до тех пор пока не наведется на государственном уровне не будет порядок мы не сможем получить качественный продукт и так что нужно для этого во первых нужно объединиться всем и чиновникам и руководителям отрасли и научным сотрудникам уважать не только ученым уважать тех кто сегодня купили заводы и фабрики не имея винодельческого образования но им надо уважать ученым нужно не только проводить круглые столы для галочки которые проводят для галочки собрались и большинство из тех кто выступает на этих круглых столах говорит неправильные вещи не в ту сторону я думаю что нам нужно все таки объединять силы создавать профессиональный союз выбрать такого человека который бы не имел коррумпированного прошлого а к сожалению такие у нас есть человек который был грамотный который был мог войти в правительство и объяснить что мы хотим большинство наших людей не могут объяснить что мы хотим амбиции ненависть злоба ненависть и обвинение что виноваты ученые в том что происходит хотя наши ученые к сожалению тоже нуждаются в повышении своего уровня они сегодня не защищены и они не имеют влияния на развитие того что с ними никто с учеными никто не не согласовывает не не согласовывает какие акцизные ставки например плодо-ягодное виноделие которое может в нашей стране иметь такое же высокое развитие и садоводство не развивается потому что высокие ставки налоговые и с учеными ведь никто не хочет советоваться все решается там в министерстве в министерстве финансов МинопК и так далее поэтому я в конце хотел бы пожелать пожелать нашим руководителям отрасли винограда винодельческой руководству министерства руководителям науки во-первых светлого ума и пожелать не светлого ума я хотел бы понимания и хотел бы чтобы все-таки произошло взаимопонимание между людьми которые знают и чтобы люди уважали только не начальников а уважали и специалистов те которые знают проблемы отрасли и так же переживают хотя когда мы иногда смотрим на то о чем идет речь то люди об одном и том же говорят но устраивают полемику и спор это неправильно я желаю нашим виноделам и виноградарям скорейшего освобождения от этих бюрократических препонов которые существуют и скорейшему развитию нашей виноградо-винодельческой и садоводческой плодово-ягодной отрасли лоградо-винодельческой